Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. Самарский УФАС проверит подскочившие цены на медицинские маски в аптеках. Стоимость изменилась после новостей о коронавирусе и об увеличении заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как отмечают в ведомстве, если в действиях аптечных сетей выявят признаки нарушения антимонопольного законодательства, то специалисты примут все необходимые меры. Также в ФАСе добавили, что мониторить цены на медицинские маски они будут еженедельно. 10 февраля день памяти погибших на пожаре в здании УВД Самарской области в 1999 году. Тот страшный вечер унес жизни 57 человек. На месте трагедии по традиции провели собрание. Пожар начался в конце рабочего дня. В здании на Куйбышево 42 было много людей. В те дни сотрудники милиции находились на особом режиме службы в связи с проведением операции «Вихрь антитеррор» и задерживались дольше обычного. Когда прозвучал сигнал тревоги, многие не спешили покидать рабочие места. Полагали, что ничего страшного не произойдет, но огонь в здании с деревянными перекрытиями быстро распространялся. Кто-то стал прыгать из окон. Те сотрудники милиции, кто успел выбежать, пытались спасти прыгающих, подставляя собственные тела. По официальной версии, причиной пожара стал окурок, брошенный в пластиковую урну. С 2014 года, 10 февраля, ежегодно отмечается уже как день поминовения всех сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей. Для нас и для меня лично это большая трагедия. По своей жизни я прошел очень много тяжелого боевых действий, но такой тяжести, как трагедия 10 февраля 1999 года, она, конечно, перекрывает все своей тяжестью. Мне по сей день жалко и тех ребят, и сотрудников, молодых, перспективных, достойных, ушедших из жизни. Они будут всегда в нашей памяти. Память отдаем не только тем, кто погиб на пожаре и скорбим, но и о тех, кто погиб в другие дни, в другие времена, в другие годы при исполнении служебного долга. Длумышленники придумали новый метод кражи денег с банковских счетов. При помощи телефона мошенники звонят и говорят, что банк получил заявление на закрытие счета. Они предлагают перевести деньги на безопасный счет. Не нужно быть доверчивыми. Специалисты в один голос говорят, надо запомнить, что банк никогда ничего не будет спрашивать. Нужно просто класть трубку. Если возникли сомнения, то надо перезвонить по номеру телефона, который указан на задней стороне карты, и убедиться, что с вашими средствами все в порядке. Также уточняется, что новый метод принято называть социальная инженерия. Жертва сама сообщает необходимые данные мошенникам. Самарская область попала в рейтинг регионов с самым дорогим бензином. На среднемесячную зарплату у нас в регионе можно купить меньше 1000 литров бензина АИ-92. Таковы результаты исследования, которые провели сотрудники одного рейтингового агентства. Мы на 39 месте этого рейтинга. Средняя цена литра бензина АИ-92 в январе составила 41 рубль 76 копеек. Но с учетом невысоких доходов, житель региона может купить на среднюю зарплату только 748 литров топлива. Страшная авария на трассе М-5 под Сызранью привела к гибели трех человек. Среди них 9-летняя девочка и еще двое пострадавших в больнице. Он ушел из дома, а никому ничего не сказала. Нашли его в компьютерном клубе. История с пропажей 11-летнего мальчика благополучно завершилась. И пожар от неосторожного обращения с огнем в многоэтажном доме. Обзор происшествий далее. Авария, унесшая жизнь троих людей, произошла на трассе М-5 под Сызранью. ДТП случилось в районе поселка Новые Озерки. Лоб в лоб столкнулись Шкода и Фольксваген. В результате аварии на месте погибли водитель и пассажирка автомобиля Фольксваген. Для деблокирования погибших спасатели использовали гидравлический инструмент. Водитель и пассажир Шкода с тяжелыми ранениями доставлены в больницу. Также в больницу была доставлена 9-летняя девочка, пассажирка Фольксваген. К сожалению, травмы оказались очень тяжелыми. И врачи не смогли спасти жизнь ребенка. Полиция проводит проверку. Потерялся, но был найден. История с пропажей 11-летнего мальчика в Самаре благополучно завершилась. Он ушел из дома, как рассказывают родители, никого не предупредив. Полицейские опросили родителей пропавшего мальчика, его одноклассников и знакомых. Разослали ориентировки. На следующий день поступила информация от работника одного из учреждений, что он видел разыскиваемого ребенка в одном из торговых центров Октябрьского района Самары. Оказалось, что школьник находился в компьютерном клубе. Вскоре сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции номер 5 вернули мальчика здоровым и невредимым его родителям. Пожар в живом многоэтажном доме произошел в Тольятти по адресу автостроителей 12. В тушении приняли участие 4 дежурных бригады пожарных, всего 17 человек. Загорелся балкон на первом этаже. Очевидцы сообщили об этом в МЧС в 15.00. Пожарные прибыли оперативно и уже через несколько минут. Огонь был локализован и потушен. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Горели домашние вещи, хранящиеся на балконе. Причины возгорания выясняются. Есть версия, что пожар возник из-за окурка, брошенного с верхних этажей. От Самары до Рождествено в понедельник снова ходило только одно судно на воздушной подушке. Такая информация появилась в ряде интернет-источников. Виною всему тяжелая рядовая обстановка. Из-за аномально теплой зимы на Волге множество торосов. Воздушные подушки рвутся. Из строя вышло два судна. Стоит отметить, что зимняя навигация весьма важна для жителей сразу нескольких сел того берега Волги. Рождествено, Торновое, Шелехметь, Новинки. Ведь многие учатся и работают в Самаре. Ежедневно людям крайне необходимо к сроку добраться до областной столицы. Возле Самары арена построят новый футбольный и спортивный комплекс для тренировок и футбольных матчей. Будет он рассчитан всего на 500 зрителей. Стадион будет крытым и с искусственным газоном поле будет обслуживать специализированная техника. Манежа обустроят четыре раздевалки для команд. Стоимость спортсооружения около 300 миллионов рублей. Проект Манежа должен быть сдан до конца этого года. В Самаре собираются отменить семь маршрутов общественного транспорта, в том числе популярный 210-й. Также в список попали трамвайный номер 6, проспект Кирова, стадион Самара-Арена и номер 17, улица Тухачевского, стадион Самара-Арена. Также под отмену попали автобусные маршруты номер 33, торговый центр Мега, стадион Самара-Арена, номер 43, стадион Самара-Арена, станция метро Кировская. Маршрутки номер 81, микрорайон Волгарь, центральный автовокзал и номер 210, управленческий ЦУМ Самара. Кроме того, под отмену попал автобусный маршрут номер 80, площадь революции, микрорайон Волгарь, по регулируемым тарифам. Но маршрутки номер 80, которые обслуживает частный перевозчик, по нерегулируемым тарифам продолжат свою работу. Лучших спортсменов Центрального военного округа определили в Самаре. У нас прошел чемпионат по зимнему офицерскому троеборью. Офицеры соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, плавании на 100, 200 и 300 метров, вольным стилем и лыжной гонке на дистанциях 3, 5 и 10 километров. Приняли участие 23 команды из воинских частей, соединений ЦВО и военных вузов из 9 регионов страны. Лучшей в общем зачете стала команда 14-й армии ВВС и ПВО. На втором месте курсанты офицеры военной академии материально-технического обеспечения. На третьем месте команда разведчиков из Оренбурга. Победители турнира представят округ на чемпионате вооруженных сил Российской Федерации в городе Мирный под Архангельском. Расчехлили клюшки. Областной этап всероссийских соревнований «Золотая шайба» прошел в Самаре. На лед вышли совсем юные спортсмены. Команды съехались со всего региона. Борьба шла без компромиссов. По-честному. Максим Остриков о том, почему трус не играет в хоккей. В этом году в Самарской области в турнире «Золотая шайба» участвовали более 70 команд. Практически из всех районов и городов региона. Всего около полутора тысяч ребят. Такой масштаб стал возможен благодаря созданию ледовых арен. Спорт, конечно, не дешевый. Снаряжение стоит от 30 тысяч рублей и выше. Но родители изыскивают средства. Чтобы дети занимались любимым делом. Этот вид спорта доступен не только в Самаре и Тольятти. К примеру, вот на льду команда из Отрадного встретилась с хоккеистами из Сызрани. Парни из команды «Спортград» занимаются уже несколько лет. Занимаются они, ну кто-то уже пятый год, кто-то там шестой год уже занимаются. Как дворец спорта построили, ну ледовый дворец в 2014 году. Кто-то сразу пришел, кто-то чуть позже, на год-полтора. Приехали мы с самым боевым настроением, с настроем выиграть турнир. Опыт в выездных играх у Отрадницев тоже есть. А впереди большие планы – побеждать. Мы были в Нижнем Новгороде, заняли третье место. Еще участвуем в просто выиграх товарищеских. А в дальнейшем ты как-то хочешь связать свою жизнь с хоккеем, дальше им заниматься? Да, конечно я хочу. А каких результатов, к примеру, хочешь достичь? Ну, я хочу быть лучшим игроком, сбивать голы. Победители этого финала областных соревнований «Золотая шайба» поедут на всероссийский финал в Сочи, который пройдет с 24 февраля по 3 марта. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Крыли сайтов завершили второй сбор. Наши парни тренировались в Турции. На Черноморском побережье волжане также проводили контрольные поединки. Настает завершающая стадия подготовки к возобновлению чемпионата Российской премьер-лиги. Обо всем по порядку в нашем следующем материале. Хорошие сборы, неплохие результаты. Крыли советов весьма продуктивно тренируются. Контрольные матчи отлично приводят в форму футболистов. Во время второго сбора наша команда провела 4 поединка. Крыли советов сыграли в ничью с «Чайкой» 2-2. Голы, Галенков, Генсарь, Динамо, Брест 1-1. Гол на счету Радонича. Ранерсом 2-2. Голы, Попович, Терехов. И обыграли «Нефтехимик» 2-1. Голы у нас забили Галенков и Чернов. Очень хорошие условия были здесь для подготовки. И кроме вчера, когда чуть-чуть ветер мешал, погода тоже была очень хорошая. И вообще мы успели сделать все, что запланировали. Можно сказать, что основные выводы по готовности игроков к сезону вы делаете по контрольным матчам? Ну да, вообще сейчас могу сказать, что мы еще не готовы на 100%, потому что это было бы слишком рановато. И все команды здесь, которые готовятся, они готовы в разных состояниях. Очень трудно сказать что-то, можно сказать, очень трудно сделать выводы сейчас. Но команда наша физически понимается и неплохо выглядит. В составе нашей команды во время второго сбора произошел ряд изменений. Крылья Советов пополнили алжирский защитник Мехди Зефан, славянский полузащитник Денис Попович и российские игроки, галкипер Евгений Фролов и полузащитник Сергей Иванов. Могу сказать, что все хорошо, когда пришел, меня футболисты и игроки приняли хорошие, тренер тоже. Но что могу еще больше сказать только, что надо работать дальше и готовиться на первую игру. Крылья Советов покинули Александр Соболев, Раду Гансарь, Денис Якуба, Геннадий Киселев. Подготовку к весенней части сезона самарцы возобновят 13 февраля, когда отправятся в Испанию на третий сбор. Он продлится 9 дней. На сборах в Испании Крылья Советов проведут 4 контрольных матча по 2 игры в день разными составами. 16 февраля соперниками Крыльев будут китайский клуб «Долянь и Фан» и Краснодар, а 22 февраля московская «Торпеда» и норвежский клуб «Стрёмсгодсет». Третий зарубежный сбор продлится с 13 февраля по 22 февраля. Александр Семенов, Дмитрий Лукин, СТВ. В Самарской области ожидается потепление, однако не стоит забывать про гололедицу. Уже во вторник днем будет около 5 градусов. Ветер юго-западный, порывы до 13 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время таких сильных холодов, которые были, не ожидается. У меня же на этом все. Далее прогнозы погоды, интересные новости. Программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте гс.лиманский.ру. Новости СТВ можно увидеть в соцсетях, на сайте и на канале СК-24 ежедневно в 20.30. Телеканал СК-24 теперь еще и на Яндекс.ТВ и на Пирс.ТВ. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи.